Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, в Питере начали приходить мужчинам смс-ки счастья. Помните, как раньше называлось письма счастья? Это когда приходили какие-то уведомления, штрафы, да? То сейчас в Питере, наконец-то, еще недавно нам сказали, что Министерство обороны будет передавать повестки с помощью смс-ок. Письма в госуслугах, видимо, не прокатили. И бумажные повестки тоже не годятся. Но вот смс-очки, новая фишка Минобороны. И в Питере, тут же, буквально в прошлой неделе говорили, что мы начнем, в Питере начали опробовать вот эту вот инициативу. И питерским мужчинам начали приходить им смс-ки. Не сохраняйте спокойствие, люди разволновались сразу, только лишь бы только уточнить ваши данные. Никуда вас забирать не будут. Приходите, чаем напоем. Как помните в фильме «В зоне особого внимания». Там гвардейцы и десантники, там они когда в болотах скрывались, сдавайтесь, так сказать, выходите, мы гарантируем вам горячий чай и наше радушие. Вот точно в этом, похоже, тоже гарантируют. Насчет чая и радушия не знаю, но те, кто уже пошел по повесткам, сказали, что да, уточняют данные, где живет, где работает, но приглашали, настойчиво уговаривали поступить на службу по контракту, потому что это очень выгодно, очень перспективно. Получите различные льготы и, в общем, будете как сыр в масле кататься. В масле, да, на сковородке, в аду. Нет-нет, это я так. Это я так, друзья мои. Как сыр в масле. Действительно, как прямо будет вам все. Только согласитесь. Ну, в общем, друзья мои, пошло-поехало. СМСки. Ну и, естественно, там, не прокурор, а этот, военком, тут же не волнуйтесь, все в порядке. Мы только ради того, чтобы уточнить сведения, потому что нам очень интересно, где вы живете, где вы работаете, какое ваше состояние здоровья, что у вас это. Просто военкомат волнуется о своих. Вот такая любовь, такая вот прямо душевность, домашность, теплота. То есть, ну, кто за вас волнуется? Родственники, мама, может быть, там, жена или... А тут военком за вас волнуется. Представляете, какая величина. Человек там погоны, полковника, наверное, минимум. Он волнуется. Где вы работаете? Есть ли у вас работа? Хватает ли вам денег, так сказать, от получки до получки? Здоровица ваша как? Не кашляете ли там? Не хромаете случайно? Военкомат должен знать все. Почище родной мамы, чтобы вас уложить, одеялко подоткнуть, в пакетик там упаковать, чтобы все было вот прямо удивительно. Слезу скупую уронить, сказать, ну что же, так получилось. Да, друзья мои, так что... Картины, картина маслом. Приплыли. Или еще нет. Или еще плывем, как говорится. Не ходим, как говорят люди с морской закалкой, а именно плаваем. Все, пока, счастливо.